Добрый день! Мы начинаем наш очередной вебинар. Тема сегодняшнего вебинара это норма и контроль веса малышей и до корм. Эта тема очень актуальная для многих, потому что, как показывает практика, очень многие мамы вводят рацион малыша до корм нецелесообразно, когда на самом деле он не нужен. Разрешите мне представиться. Меня зовут Стрёев Александра, я являюсь дипломированным специалистом по грудному вскармливанию, питанию, а также мамой двух малышей. И сегодня мы поговорим с вами о нормах веса и до корме. Хотела бы напомнить, что если вдруг вы пропустили какой-то вебинар, какую-то информацию, вы всегда можете найти видео записи в наших социальных сетях в инстаграме и вконтакте. Если мы говорим о докорме, то это вид продукта, который вводится малышу, если у него, например, недостаточная прибавка в весе. В качестве докорма используется детская адаптированная смесь или заранее сцеженное грудное молоко. Если же мы говорим про прикорм, то это продукты другие, которые не являются ни грудным молоком, ни смесью. Поэтому эти два понятия следует отличать, а сегодня мы поговорим именно о докорме и о его необходимости сейчас мы рассмотрим. Я хочу вкратце рассказать о плане нашей сегодняшней лекции. Сначала я вам расскажу, какие бывают нормы прибавки веса, как взвешивать малыша, когда необходим докорм, в каком случае не надо вводить докорм, а следует просто увеличить выработку грудного молока, в каком случае можно отменять докорм, как правильно отменять докорм и как взвешивать. Все это мы сегодня обсудим. Так, хотела бы начать нашу лекцию именно с темы взвешивания. Дело в том, что очень многие опираются на взвешивание всегда при назначении докорма и измеряют вес после каждого кормления. На самом деле этот процесс не должен быть рутинным, не надо взвешивать малыша после каждого кормления на грудном скормлении. Потому что малыш, у него в одно время есть голод, в другое время голода меньше. Он может за один раз есть 50 миллилитров, за другой раз 100 миллилитров. Это абсолютно нормально. Почему мы говорим, что малыша надо кормить по требованию? Именно потому что он сам регулирует, как часто и сколько ему нужно кушать. И именно исходя из этого, абсолютно нецелесообразно взвешивать малыша после каждого кормления. Как же правильно взвешивать? Лучше всего взвешивать малыша один раз в неделю, в одно и то же время, ни до, ни после кормления, а где-то в промежутках между кормлениями. В идеале это делается вечером, перед купанием, например. Малыша надо полностью раздеть, оставить его без подгузника. Специальные весы детские должны стоять на ровной жесткой поверхности, чтобы не было погрешности в измерении. Есть два вида весов. У одних весов вес пеленки не скидывается. Такие весы необходимо включать после того, как мы положили на них пеленку. Соответственно, кладем пеленку, затем включаем весы и они показывают цифру 0. То есть они уже учитывают вес пеленки. Если же у весов есть функция сброса веса, тогда мы сначала включаем весы, затем кладем пеленку, сбрасываем вес до нуля, а затем уже кладем малыша. Малыш должен лежать ровно, ножки и ручки должны лежать на самих весах, не быть в подвешенном состоянии, чтобы малыш не болтал ими в воздухе, чтобы он ровно лежал. Поэтому это необходимо для того, чтобы вес был стабильным, он правильно показывался. Потому что если малыш будет шевелиться, тогда вес будет скакать. И это не информативно. Взвешиваем один раз в неделю. Каждый день взвешивать не нужно. Единственное, если уже есть какие-то подозрения на то, что у ребенка нехватка веса, тогда педиатр может посоветовать посмотреть, как все-таки малыш, сколько он съедает. С этой целью можно взвешивать до и после кормления, но опять же это если педиатр подозревает какие-то проблемы. А в обычной практике каждый день этого делать не нужно. Это что касается того, как взвешивать малыша. Какие же есть нормы прибавки у ребенка? Сначала, когда малыш рождается, он попадает в совершенно новую сухую среду. Он сначала был в околоплодных водах, он рождается, у него накапливается первичный кал, который называется меконий. Большое количество жидкости испаряется с его кожи, мочеиспускание большое количество. Из-за этого он теряет в весе. Это является абсолютно нормальным процессом и называется физиологической потерей массы тела новорожденного. Поэтому маме не следует волноваться, если она видит, что, допустим, ребенок родился с одним весом, а потом он в весе потерял немножко. Это абсолютно нормально, если потеря доходит до 8 или 10 процентов. То есть 10 процентов это максимальная потеря физиологической веса, которая не должна волновать маму. Затем малыш начинает потихоньку восстанавливать этот вес и примерно к 10 или к 14 суткам, то есть где-то через две недели после родов, малыш возвращается к изначальной массе тела, с которой он родился. Вот это вот нужно знать, потому что зачастую мамы как раз вводят в рацион малыша до корм после выписки из роддома именно из-за того, что они волнуются, что малыш потерял в весе. На самом деле это является нормальным. Как малыш должен прибавлять? Малыш прибавляет в первые три месяца, то есть начиная с первого месяца жизни до трех месяцев жизни по 180 грамм и более в неделю. То есть оптимально 180-200 грамм в неделю. Это прибавка в первые три месяца жизни. Если мы говорим о сроке от трех месяцев до шести, то прибавка массы тела составляет примерно от 120-130 грамм в неделю. Вот это вот именно те параметры, на которые мы смотрим, поэтому рекомендуется взвешивать малыша стабильно раз в неделю. Таким образом мы можем посмотреть, достаточно ли ему питания. Какой же вообще, как понять, достаточно ли малышу молока? Какие есть признаки, чтобы определить это? Ну, во-первых, смотрим на состояние малыша. Если малыш веселый, активный, если он хорошо себя чувствует, если вы видите, что прибавка веса соответствует нормам возрастным, в таком случае малышу достаточно поступает грудного молока. Количество мочи и спусканий при этом не должно быть меньше, чем восемь раз в сутки. То есть можно сделать тест на мокрые пеленки, например, оставить малыша без подгузника и посмотреть, как часто он мочится. Моча при этом должна быть светлой, без резкого запаха. Это тоже показатель того, что малышу поступает достаточное количество жидкости в организм. Вот таким образом мы можем понимать, достаточно ли малышу молока грудного. Еще хотелось бы сказать по поводу прибавки в весе. Существуют различные таблицы, где вы можете посмотреть, какая же норма прибавки веса малыша. То, что я вам сказала, примерные цифры, это от 1 до 3 месяцев, это 180 грамм в неделю, или если начиная с 3 до 6 месяцев, это 120 грамм в неделю и более. На это вы можете опираться, но также вы еще можете обратиться к таблице Всемирной организации здравоохранения. Есть таблицы, которые находятся на сайте ВОЗ. Если вы ведете Z-таблицы, то есть есть персцентильные таблицы, а есть именно Z-таблицы, которые очень удобны для использования мам. В этих Z-таблицах есть графа медианы для мальчиков отдельно и отдельно для девочек первого года жизни. Если вы смотрите на вот этот столбец с надписью медиана, это вот средняя прибавка веса ребенка нормальная. И также еще по бокам от этого столбца есть еще два столбца. И вот разброс вот этих трех столбцов является нормальной прибавкой веса детей первого года жизни. Вы можете найти эти таблицы в свободном доступе, ими пользоваться очень удобно. Очень многие родители их любят. Это что касается нормальной прибавки веса малыша. Теперь хотелось бы обратить внимание, вот все-таки, да, если мы видим, что малыш прибавляет недостаточное количество веса, что делать в таких случаях? Мамы сразу думают, все, нужно давать смесь, ребенок недоедает. На самом деле зачастую это необоснованно, потому что можно для начала, попробовать увеличить выработку грудного молока. В каких случаях нужно увеличивать выработку молока, а в каких случаях нужно вводить до корм? Сегодня мы с вами об этом поговорим. В первый месяц жизни, почему я акцентирую внимание именно на первый месяц жизни, потому что это именно тот период, когда мамы вводят больше всего до корм. В первый месяц жизни ребенок должен набирать от 400, от 600 грамм за месяц. То есть мы смотрим на четвертую неделю, сравниваем ее с весом при рождении. Если ребенок набрал 400 грамм, а лучше 600 грамм, то есть норма у нас от 600 грамм, тогда это является нормальной прибавкой в весе. Однако если ребенок вот находится в этой пограничной зоне от 400 до 600 грамм за месяц, он набрал, это легкая недостаточность питания считается. Вот эта вот пограничная цифра, она говорит о том, что нужно увеличить выработку грудного молока, но при этом не нужно вводить до корм. При этом малыш должен себя хорошо чувствовать, должен быть активным, бодрым, моча должна быть светлой, без резкого запаха. Количество мочеиспусканий должно быть от 8 раз в сутки. Если вы видите все эти параметры, ну вот малыш набрал от 400 до 600 грамм в первый месяц, вот при легкой недостаточности питания, вам нужно направить весь арсенал средств на то, чтобы увеличить выработку грудного молока. Как это сделать? Во-первых, нужно побольше отдыхать, полноценно питаться, нужно пить достаточное количество жидкости, прикладывать малыша как можно чаще к груди, потому что выработку молока стимулирует частое прикладывание, частое кормление. Также при необходимости можно проводить профилактические сцеживания с целью увеличения выработки молока. Итак, запоминаем, если малыш себя чувствует нормально, количество мочеиспусканий соответствует норме, прибавка веса от 400 до 600 грамм в первый месяц, тогда нам надо направить все свои силы на то, чтобы увеличить выработку грудного молока. В каком же случае нужен все-таки докорм? Давайте поговорим об этом. Если мы видим какие-то из параметров следующих, если ребенок потерял после рождения более 10% от изначальной массы тела, то есть то, что называется физиологической потерей веса, если ребенок набрал менее 400 грамм за первый месяц, если вы видите какие-то признаки тревожные, что малыш вялый, спит много, небодрый, если вы видите, что количество мочеиспусканий менее 8 раз в сутки или матча с резким выраженным запахом, тогда обязательно нужно обратиться к педиатру с целью назначения докорма, потому что это уже считается такой явной недостаточностью питания, которую нужно корректировать. И вот в таком случае уже вам скажут, как докармливать ребенка, вы это обязательно должны обсудить с педиатром. Какой же должен быть объем питания? То есть, да, мы назначили докорм, но мы не знаем, как часто, сколько кормить малыша. Я хочу вам рассказать про нормы объема питания и про то, как же все-таки правильно вводить докорм. Если мы говорим об объеме питания, вы можете найти таблички, в которых написаны объемы именно по каждому месяцу. Также есть различные формулы, например, для новорожденных детей есть формула Зайцева, где можно посчитать, сколько же необходимо кормить малыша. Обращаю внимание, что объем суточное питание — это объем питания всего. То есть, если мы кормим грудью и докармливаем малыша смесью, то надо учитывать то, что мы кормим грудью, соответственно, этот объем тоже считаем. И вот как раз с целью понимания, сколько докорма нужно малышу, здесь уже можно его взвешивать до и после кормления. То есть, в обычной жизни просто этого делать не нужно, достаточно взвешивать один раз в неделю. Однако, если же назначили докорм, чтобы посмотреть, сколько малыш получает питания и сколько нужно ему добавить, вот мы как раз-таки здесь можем его взвешивать иногда до и после кормления. Если малышу 3 месяца, то объем питания не должен превышать более чем 850 грамм в день. Если малышу 4 месяца, то 900 грамм в день. После 5 месяцев объем питания должен быть не более 1000 грамм в сутки. Вот это, если вы будете кормить по этим нормам, вы малыша точно не перекормите. Ну, как мы понимаем, докорм это не постоянная мера, это временная мера, именно с целью того, чтобы малыш набрал недостающий вес. Конечно же, если даже маме сказали дать малышу докорм, она будет направлять все свои силы на то, чтобы увеличить выработку молока при этом. Она будет стерживаться, она будет чаще прикладывать малыша к груди, но параллельно с этим давать докорм. Но затем докорм необходимо потихонечку отменять для того, чтобы возвращаться к обычному привычному грудному вскармливанию. Или если уже вводится малышу прикорм, соответственно, к грудному вскармливанию вместе с прикормом. Как же правильно отменить докорм? Существует два способа. Первый способ — это мы оставляем объем питания, но уменьшаем количество кормлений. А второй способ — это наоборот. Мы оставляем количество кормлений, но уменьшаем объем питания. Как это сделать? Например, мы кормим малыша, докормим его смесь, допустим, пять раз в сутки, какое-то определенное количество. Мы можем просто оставить количество кормлений тоже, то есть кормим также пять раз в сутки, но при этом каждое кормление уменьшаем на 5-10 мл. То есть, допустим, кормим пять раз в сутки по 50 мл, докармливаем ребенка, значит, начинаем потихонечку кормить пять раз в сутки по 45 мл, в следующий день по 40, потом по 35. То есть постепенно мы каждое кормление объем уменьшаем на 5 или 10 мл. Второй же способ — наоборот, мы оставляем количество смеси. То есть в нашем случае, допустим, если мы пять раз докармливаем по 50 мл, мы так и продолжаем докармливать малыша по 50 мл, но потихонечку раз в несколько дней мы убираем одно кормление. То есть мы докармливаем четыре раза, потом три раза, потом два, потом один, а потом совсем уходим от докорма. Такие два способа есть отмены докорма. Как вообще правильно вводить докорм? Потому что существуют разные абсолютно подходы в зависимости от ситуации, в зависимости от детей. Например, если у мамы достаточная выработка молока, к примеру, ночью, а потом днем ей категорически не хватает молока, она может несколько кормлений заменить смесью. То есть абсолютно без прикладывания малыша к груди, она дает только смесь. Если мы несколько раз подряд даем смесь, тогда следует делать перерыв 2,5-3 часа между докормом смесью, потому что смесь все-таки является более тяжело усваиваемым продуктом по сравнению с грудным молоком. Поэтому даже если вы кормите по требованию, то смесь нужно давать с этим интервалом. Если же вы обычно, как стандартно, вы кормите грудью, а после этого даете ребенку докорм, то в принципе соблюдать этот интервал не обязательно. В таком случае лучше давать смесь маленькими порциями, но почаще, не более 8 раз в день. То есть, допустим, мы кормим 8 раз, полноценно ребенку ждем опустошение груди, когда малыш высосал большое количество молока. После этого даем бутылочку со смесью или с грудным сцеженным молоком. И желательно, чтобы объем не был очень большой. То есть, оптимально это давать смесь чаще, но в меньшем количестве, чем наоборот. В большом количестве, но редко. Если мы говорим о продукте докорма, вообще чем следует кормить ребенка? Грудным молоком сцеженным или все-таки смесью? Здесь однозначно, конечно, самым лучшим способом докорма является кормление заранее сцеженным молоком. Были проведены исследования, которые показали, что молоко, которое заморозили и разморозили, практически не уступает по биологической ценности нативному молоку. То есть, молоко, которое течет непосредственно из груди в ротик малыша. То есть, это молоко, оно фактически не отличается, поэтому желательно, конечно, кормить малыша заранее сцеженным грудным молоком, нежели смесью по возможности. Что же нужно делать для того, чтобы уже это молоко было заранее у нас подготовлено для докорма? Самый лучший период, когда вы можете запасти грудное молоко, является начало лактации. Почему? Потому что малыш рождается маленьким, с маленьким желудочком, и он не может полноценно опустошить молочные железы. Когда у женщины прибывает молоко на 3 или 5 сутки после родов, молока этого очень много, и малыш просто не справляется с этим количеством. Именно поэтому в первый месяц после родов у женщины может наблюдаться лактостаз. Это закупорка протоков молочных желез именно из-за того, что молока прибывает слишком много, а малыш не справляется с этим молоком. Чтобы его не выливать и не выкидывать, рекомендуется его заморозить. Это будет огромный вклад в такие ситуации, как в случае до корма, или если мама выходит на работу, или мама отлучается, всегда может помочь банк грудного молока. Как же создать банк грудного молока правильно? Во-первых, существует два способа сцеживания. Это сцеживание вручную или сцеживание при помощи молокоцоса. Если мы говорим о сцеживании вручную, как бы хорошо мама не помыла руки, все равно при сцеживании могут попасть различные чужеродные микроорганизмы из воздуха в молоко, и это может ухудшать его качество. Поэтому, если мы создаем банк молока, рекомендуется сцеживаться при помощи молокоцоса. Например, если мы используем вот такой вот двухфазный молокоцос, это очень эффективно именно для частого сцеживания или для создания банка грудного молока, потому что две фазы, они воспроизводят естественное сосание ребенка. Когда мы прикладываем малыша к груди, малыш сначала сосет быстро и поверхностно. Этим самым он стимулирует выработку окситоцина. Окситоцин — это у нас гормон лактации, благодаря которому молоко быстро прибывает к соску, начинает поступать в ротовую полость малыша, и малыш начинает активно сосать. И когда малыш начинает активно сосать, его движения сосательные становятся более глубокими и более медленными. По такому же принципу работает двухфазный молокоцос. Вот такой вот молокоцос есть электронный, благодаря которому мама быстро и эффективно может сцедить молоко. Благодаря специальным лепесткам насадки молокоцоса еще стимулируется молочная железа в области около соска, что тоже улучшает приток грудного молока. Итак, перед тем, как сцеживать, необходимо все простерилизовать, опять же, для того, чтобы не было чужеродных микроорганизмов в сцеженном грудном молоке. Мы простерилизовали все необходимое для нас, то есть это, соответственно, детали молокоцоса. Также в случае данной модели можно использовать контейнер, который можно сразу непосредственно присоединить к молокоцосу, благодаря чему не надо будет молоко никуда переливать, а сразу можно будет закрыть контейнер. После того, как мы сцедили все в стерильный контейнер при помощи стерильного молокоцоса, мы плотно закрываем крышку контейнера и обязательно подписываем дату сцеживания, время сцеживания для того, чтобы мы могли следить за сроком годности молока. Также можно сцеживать и переливать вот в такие пакеты для грудного молока. Это очень удобно с целью экономия места. Молоко плотно помещается в данный пакет, пишется дата, время сцеживания и убирается уже непосредственно охлаждаться для дальнейшего хранения. После того, как мы храним грудное молоко, мы его должны правильно разморозить тоже. Существует два способа разморозки. Это медленный способ разморозки и быстрый при помощи подогревателя для бутылочек. Благодаря подогревателю для бутылочек можно быстро очень подогреть грудное молоко, в отличие от медленного способа разморозки. Потому что при стандартном способе разморозки, чтобы молоко хорошо разморозилось, его нужно убрать на ночь в холодильник, где оно естественным образом разморозится и только потом уже подогревать. В настоящей жизни у нас у всех нет времени, поэтому мы все хотим сделать быстро. И именно поэтому данная вещь может подогреватель для бутылочек очень помочь. Можно сразу и разморозить, так как у него есть функция разморозки, и сразу же подогреть детское питание. Хотела бы еще раз подвести итоги всего того, о чем я вам сегодня рассказала. Во-первых, это то, что не нужно постоянно каждый день, после каждого кормления, перед каждым кормлением взвешивать малыша. Потому что ребенок это все-таки человек, у которого есть и аппетит, и желание побольше, поменьше покушать. Поэтому это абсолютно нецелесообразно, взвешивать каждый раз, потому что он может съесть и 20 миллилитров, и 100. Это является абсолютно нормальным. Итак, взвешиваем контрольным малыша один раз в неделю, смотрим его недельные прибавки. Нормы, как я уже сказала, от 1 до 3 месяцев от 180 грамм в неделю, с 3 до 6 от 120 грамм и выше. Смотрим на эти нормы, смотрим на состояние малыша, на количество мочи и спусканий. И если все нормально, то не волнуемся. При легкой недостаточности питания обсуждаем с педиатром вопрос возможности увеличения выработки молока для того, чтобы восполнить вот этот небольшой дефицит массы тела. Если же все-таки прибавка в весе совсем небольшая и наблюдается действительно недостаточность питания, в таком случае ваш врач может порекомендовать ввести ребенку до корм. Хочу еще раз акцентировать внимание, что если мы вводим ребенку до корм, тогда лучше преимущественно давать ему заранее сцеженное грудное молоко. Если же, конечно, у мамы нет запасов, нет возможности создать банк грудного молока, в таком случае уже назначается смесь. До корм является временной мерой. И потом, когда мы соответственно видим, что прибавка в весе у малыша уже нормальная, тогда мы потихонечку его убираем. Что касается еще хотелось сказать детей, которые старше четырех месяцев. В таком случае, если у ребенка легкая недостаточность питания, педиатр может посоветовать ввести безмолочные каши. Такое тоже есть. То есть лаковый докорм может тоже назначаться при недостаточности питания, только это уже называется не докорм, а прикорм. Потому что, как я вам уже сегодня сказала, все, что не относится к грудному молоку и к детской адаптированной смеси, это уже называется словом прикорм. То есть после четырех месяцев педиатр может посоветовать ввести в рацион малыша именно прикорм. Ну вот сегодня я вам озвучила основные моменты, которые касаются докорма. Тема очень актуальная, потому что действительно, к сожалению, очень многие малыши получают докорм в то время, когда им он не нужен, когда просто это нормальный процесс, что малыш набирает какие-то определенные цифры веса, или когда маме просто кажется, что он не добирает вес. Поэтому сегодня я постаралась вам вот изложить данную информацию. Спасибо большое всем, кто участвовал в сегодняшней лекции. Надеюсь, вы услышали какую-то полезную новую информацию для себя. Хочу напомнить, что вы всегда можете обратиться к нашим вебинарам. Они находятся в открытом доступе в наших социальных сетях. Также, если у вас остались какие-то вопросы, всегда можете обратиться на горячую линию Philips Avent, где квалифицированные специалисты вам помогут. Спасибо большое за внимание. До свидания.